Вот это мои окна, это первый этаж. Здесь вот идет стройка. Построить хотят по второй этаж, по крышу вот этого здания, которое стоит сейчас. То есть нам закроется полностью, будет здесь стена, глухой угол, начнется сырость. То есть мы живем на первом этаже, в доме и так будет сырость. И давайте, ребята, как-то решать это, чтобы это все было честно. Потому что я считаю, что эта пристройка, она незаконна. Сразу за домом Татьяны зеленый массив юбилейного парка. Но из окна первого этажа открывается вид на стройку, а точнее на железный забор ее окружающий. Жильцы 14-этажного дома по улице Парковой возмущены. Они не хотят видеть у себя под окнами ни столовую, ни какое-либо другое офисное помещение. Мы против этого строительства. Здесь столовые, вроде бы, ориентиры. Начнут продукты завозить, начнут отходы выбрасывать. Представьте, все его запахи, все наши этажи. Я наш из дома, но мне тоже будет оставаться очень хорошо. Я не хочу этого. Если два этажа построят, оно как раз будет наравне с балконом. Крыша. Добавим, у нас еще огромная проблема с парковкой. Дом большой, 14 этажей. И это придомовая территория. Сейчас и так машину не поставить. А стройка заняла половину парковки. И кроме того, останется здесь здание, где будут парковаться люди, которые будут приезжать в это здание. В настоящий момент люди считают свой двор опасным. Так как из-за забора им приходится идти по проезжей части. И можно попасть под колеса автомобиля. У нас нет выхода со двора. Вот это загородка. Там вообще не было тротуара. Неделю назад они отступили. Вода льется. С этой стороны загороженный перерыв тротуар уже несколько лет. Нам на парковку выйти только в плав можно. Тут много детей у нас во дворе. Никто не может ни пройти на велосипедах, ни на самокатах. Если кататься, только вот. Вот эта вот территория. И все. Ребенок, если выйдет на велосипеде, Там из-за угла, если машина выйдет, даже на сильной скорости он может сбить. Пускай наша власть, Краматорская, и к другим это тоже относится, поставит себя на наше место. Вот как бы им перед окном построили такую двухэтажную стену, как бы им смотрелось. Я думаю, они бы для себя этого не допустили. А почему мы должны смотреть на эту стену? Пристройка к жилому дому до уровня второго этажа существует уже много лет. А сейчас она реконструируется под офисный центр, в первую очередь для IT-компаний. Как раз выполняется со двора здания демонтаж старых гаражей металлических. И на месте этих гаражей будет возведена постоянная стена. Не из металла, а из современных материалов. На том же самом практически фундаменте. Данные все работы ведутся в рамках официального разрешения на строительство, которое было выдано и городским советом, и сполкомом. И в рамках проектной документации, которая выполняется лицензированными как проектантами, строителями и техническим надзором. Данный офисный центр никакого вреда или каких-то хлопот жильцам здания доставлять не должен. Мы постараемся в кратчайшие сроки ускорить эти работы и завершить строительство. Итак, стройка закончится, но забор останется. Не старый железный, а новый и капитальный. Но кто подумает об удобстве людей, вопрос остается открытым.